Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлан Клайф. Этот год стал для меня очень удивительным. Мы стали больше путешествовать по садам Ленинградской области и сталкиваемся с удивительными, реально волшебными участками. Сейчас мы находимся тоже на одном из таких удивительных участков, где плодоносят, обильно плодоносят колоновидные яблони, причем их можно назвать долгожительными. Где черника сидит, простите, голубика, сидит уже не первый год, и пять ягодок с трудом умещаются у меня на ладони. Где огромная коллекция плодового винограда, который не просто растет, но вызревает и плодоносит. То есть в моем понятии мы находимся в удивительном месте, а самое главное, где растут штамбовые розы. И используются не в качестве однолетников, посадили и на следующий год выкинули, а растут уже не один, не второй и не третий год. Мы находимся в саду Уаллы, она садовод-любитель и, на мой взгляд, ну, наверное, один из лучших садоводов Ленинградской области. Это очередной наш садовый герой. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Ну, во-первых, вопрос, как вы пришли к саду? Надо сказать, что с детства я росла в саду, и мне всегда хотелось свой сад иметь, такой вот, который был только мой. Мне хотелось плодовые. У меня было очень много тетушек и дядечек, которые занимались садами. Кто-то сажал плодовые, кто-то, вот, дядя у меня разводил, например, шиповники французские, везде их искал, и вот очень, и мне всего этого хотелось. Бабушка у меня, у нее было три куста розы, и вот она постоянно с ними, за них волновалась, укрывала, и всегда очень радовалась, когда они выходили. И вот мне хотелось роз, плодовых деревьев. Я люблю очень груши, я всегда говорила, что у меня будут груши. Я обязательно разведу персики, но это в планах. На самом деле, мы с мужем решили построить дом. Я вот как-то так сказала дом, так дом, но муж поставил условие, что обязательно должен быть сад. Причем сад не лес, да, вот, не сад с хвойниками, а именно с плодовыми растениями, с культурными растениями, с цветущими растениями, цветущими. С кустарниками, с красивыми розами, обязательно, чтобы были все ягоды. Ягоды мы собрали, правильно, садовые почти все, за исключением морожки, мы еще только не освоили ее, а остальные есть все. И, собственно говоря, сад начался вот с этого газона, мы на него сидим, еще не было дома, и я первая посеяла газон. Была жуткая жара, я его приезжала, дома нет, я поливала вот этот квадратик газон, и мы на самом деле в начале нашего участка сажаем, вот сидим. Сюда были посажены, построился маленький домик, и мы посадили здесь вот яблони. Яблони у нас именные, они посажены все в честь кого-нибудь. Вот эта яблоня посажена в честь моего сына, то есть это его яблоня. А Останкина? А Останкина посажена в честь моего брата, на самом деле, у меня брат живет в Москве, и вот купили Останкина в честь. Ну, президент, вы понимаете, в честь кого, собственно говоря, и я тогда прочитала описание 10 лет назад, что у нее грушевый аромат. Она действительно, когда плодоносит, зрелая она, у нее грушевый аромат. У этой яблони, она потрясающе вкусное яблоко, и было посажено, я еще тогда в силу своей деятельности ездила в командировки, и яблони все привезены из центральной части России, они привезены из Мичуринска. И вот они такие красавицы у нас вот здесь растут. Зимуют прекрасно, прекрасно плодоносят, наверное, может быть и видно, и очень нас радует, когда они цветут. У меня сложилось такое впечатление, что вы пошли от противного. То есть в Ленинградской области плохо плодоносят колоновидные яблони, да, и у вас появились колоновидные яблони. Доказательство того, что это не так. В Ленинградской области крайне себя плохо показывают, ну, во всяком случае, это очень хлопотно, да, штамповые розы. И вы пошли, опять же, от противного. То есть у вас здесь именно такие противоречивые. Все жалуются на то, что голубика, гибриды голубики плодоносят первый-второй год, а дальше с ними творится какая-то непонятная история. И тем не менее вы опровергаете. Про виноград, ну, я думаю, что многие вообще впервые слышат о том, что в Ленинградской области и мало знают, что были в свое время выведены сорта плодового винограда для открытого грунта, да. И вот все как бы в доказательство того, что литература, форумы и сайты говорят неправду. Вы знаете, мы, конечно, когда начинали, мы читали очень много опровержений, что это хлопотно. Но всегда найдешь статью новатора, который говорит, что нет, все возможно. Все возможно. Вопрос места, ухода и вашего внутреннего настроя. Потому что многие же не получатся, да, и вот прекращают искать. С нами не так получилось. Надо сказать, что все штамбовые розы мной получены от супруга в подарок, который считает, что это стоимость букета. На самом деле, согласитесь, что, ну, 2000 рублей – это хороший букет. То есть вы покупаете штамбовую розу, вы ее сажаете, и вы этот букет из года в год получаете каждый раз, но летом. А то и два раза цветущим, а то и непрерывно цветущим. И вот мы, собственно говоря, как-то вот так подумали. Давайте попробуем. Наш самый первый штамб, вот он, к сожалению, вы видели его когда-то в цвету, это Розариум Ютерсон, ему порядка 7 лет. Это самый первый штамб, который у нас был. И вот мы его посадили, и вот это вот впечатление, вот это вот ощущение, что это совершенное чудо. Мы его посадили, и началась проблема зимовки. Естественно, как будем зимовать? Почитали. Почитали какие-то жуткие советы из серии, что давайте перегнем через бревно. Отличный совет. Вот, давайте еще что-то такое. Но на самом деле идея пришла, что мы его просто подкопали, положили, и вот так он перезимовал. Он, надо сказать, цвел, и на следующий год не так отбильно, как предыдущий. Но стали наблюдать, что делать. К тому времени у нас появились уже теплицы, и поняли, что не все штамбовым розам показана зимовка в открытом грунте. Есть несколько экземпляров, которые у нас зимуют в открытом грунте, самые-самые-самые, такие надежные. А вот такие ценные экземпляры, конечно, мы на зиму переносим. То есть вы их выкапываете и относите в зиму? Да, они, если вы обратили внимание, некоторые сразу видно в больших горшках прикопаны. Вот. Но несколько экземпляров мы обязательно заваливаем, подкапываем, опускаем, присыпаем корневую систему, опускаем обязательно полностью. Крона ложится на еловые ветки, и, соответственно, укрываем двойным спонбондом, они прекрасно зимы. Воздушное укрытие. Воздушное укрытие. Обязательно. Соответственно, обязательно вентиляция небольшая на зиму все-таки оставляется, чтобы они дышали. Но если вот так посмотреть зимой, и все розоводы знают, что розы удивительные растения все равно себе находят путь к воздуху. Даже сквозь вот эти сугробы огромные появляется какая-то так, скажем так, небольшая... Да, обязательно продыхивает себе, что называется, путь к воздуху. И обязательно весной, где-то, когда минуют заморозки, мы их поднимаем, высаживаем. И так у нас вот уже 10 штампов живет с нами. Очень радует, они очень большие, некоторые кроны становятся. Конечно, очень хочется большие кроны сохранить, но, честно говоря, мы, конечно, чтобы не так все это было травматично, мы их убираем, часть крон. Тогда следующий вопрос. Как получилось, как удалось получить такие крупные ягоды у голубики? История такова, что самая первая голубика, которую мы купили, это была голубика Патриот. Мы ее посадили, я везде все прочитала, синтетика ей нужна обязательно. А потом думаю, ну она же плодовая, она же должна хорошо питаться, чтобы была крупная сладкая ягода. Откуда она это получит? Из синтетики нет, невозможно, ей нужна органика. И я попробовала удобрить, у меня тогда были перепелки, я держала, я удобрила разведенным, собственно говоря, навусом перепелов. Мое было удивление, что она вдруг позеленела вся, и стали крупные листья. И самое главное, до этого были красные листья и очень какие-то некрасивого оттенка. Оттенка красные, и они никогда не были блестящими и жесткими. Если вот обратили внимание, на кустах очень жесткие листья. Очень жесткие листья. Темно-зеленые, яркие. Желтые, не желтые. И вот, и она порадовала нас в этот год огромными ягодами. И очень прекрасно перезимовала. Потом я стала так думать, у нас здесь кислая почва, все хорошо. Но потом почитала, что канадская голубика – это все-таки лесная ягода, которая все-таки растет во влажном. У нее влажная подложка должна быть. Все было присыпано хвоей. И когда я сажаю новую голубику, я делаю специфический грунт. Это смесь земли садовой. Обязательно туда кладу либо у меня есть муча, кора, либо это остатки укрытия елового. Перемалывается, кладется. И кладется сухой, естественно, помет сушеный птичий. И вот в этом грунте она прекрасно себя чувствует. То есть она замечательно на самом деле приживается. И это уже проверено на 10 кустах. То есть это... Опять же, я говорю про свой участок, я не могу сказать. У меня достаточно тяжелые глинистые почвы. Может быть, это подходит для глины. И еще такой тонкий момент. Это лесная ягода, ей нужна микориза лесная. Сюда добавлено обязательно, добавляется, если вы видели, в голубичнике посажен самый обыкновенный мох с фагном. То есть и все вот таким образом. В подножье ей посажена садовая брусника, которая плодоносит два раза в год. И, соответственно, вот сейчас видели, уже ягоды висят. И она сейчас второй раз цветет. Вот так сделали себе ягодник лесной. И нам он очень нравится. Очень хороший урожай голубики. Это всегда порядка... Больше трех килограмм получается с куста. Она хорошо зимует. Единственное, конечно, вот в этом году она очень сильно была поломана огромным массивом снега, который скопился. И, к сожалению, мы не были три недели на даче. В этот момент он просил и немножко сломал... поломал кусты. Ну, это ей пошло только на пользу. Она стала только краше, нарастила новых ветвей. Но не мешает ей хорошо плодоносить. А к винограду каким образом пришли? Потому что коллекция вашего винограда, вот этот сорт винограда, который к черному переходит через зеленый, желтый, вот этой вот зеброй. Ну, я с юга. Я даже на юге такого винограда не вижу. Ой, ну, история с виноградом, она еще очень... Мы, когда посадили самый первый помидорник и начали собрать коллекцию помидор. То есть вот нам хотелось разных форм, разных размеров, разных цветов, разного вкуса. Мы, опять же, в силу своей деятельности посещали разные города, и я увидела виноград с маленькой грозточкой, который был саженец. Я спросила, в Кингисеппе это было, я спросила, что это такое. Ну, мне сказали, вот это виноград зилга, это из Прибалтики, из Эстонии. Вот очень рекомендуем, мы здесь его выращиваем в открытом грунте. Вы откуда? Я из санкт-петербурга. Ну, у вас, наверное, это не получится, ну, а кто не пробует, тот и ничего не получает. Говорит, попробуйте. Мы получили первый год вот эту гроздь. Первую, это оказался не зилга, это вообще непонятный виноград, оказался пересорт. Но супруг у меня как раз привез второй куст, и вот он, вы видели, плодоносит, он начал чудесно, на самом деле, плодоносить. Мы получили замечательную забелу, замечательного вкуса. И супруг сказала, знаешь, а давай сделаем виноградник. Ну, раз получше. Это не забел, это зилга, это совершенно прибалтийский виноград, который адаптирован к прибалтийским условиям, скажем. У нас, конечно, это теплица, только потому, что нам нужно вызревание лаза. То есть, в принципе, он может расти в открытом грунте, но... Вот в районе нашей Гатчини он уже живет в открытом грунте. Надо сказать, что есть у кого-то достаточно теплая стена дома, мы не пробовали, честно скажем, но у нас в планах есть посадить вдоль стены дома, где тепло, и достаточного будет освещения. Все дело в том, что у нас нет суммы активных температур для винограда, а для винограда нужно где-то 2200 в сумме. А у нас, как вы знаете, это полторы тысячи. Да, у максимума там очень. Да, вот, ну, например, на нашей широте вот здесь полторы тысячи. И нам нужно, значит, каким-то образом это добрать. Добрать мы можем только аккумуляции тепла в закрытом, так скажем, защищенном грунте. А еще у вас интересный очень вид теплицы. Да, это на самом деле, когда мы поставили первый домик, как-то вот, ну, стоит и стоит, хорошо, тепло вроде. А потом мы на самом деле прочитали книгу Хесайон, и он рекомендовал там голландские теплицы. И мы, не помню, где-то нашли статью, к сожалению, уже тогда автор был утерян, тогда был сайт про теплицы. И вот объясняли, что теплица должна быть именно вот такой пятиугольной формы с специфическим углом для аккумуляции тепла. Ну, вот, собственно говоря, аккумуляция тепла при плюс 30 вообще излишняя, прямо скажем, при большом количестве форточек. Но на самом деле в октябре заканчивают плодоносить помидоры за счет того, что они аккумулируются хорошо тепло. Виноград успевает вызревать. Конечно, в нашем климате мы сажаем ранние и сверхранние сорта. У нас нет, скажем, таких даже средне-поздних. Средние, средние, ранние. Все ранние. Им достаточно нашего объема света, нашего тепла, вот, саккумулированного. Мой супруг Срам рассчитал эти теплицы, сам их строит. Каждый раз улучшает свою, скажем так, модель. У нас три разных модели. Теперь разрабатывается четвертая, чтобы оптимизировать. И на самом деле это очень радует, когда вот у нас есть что-то общее, я сажаю, а вот он строит. И сохраняет, скажем так, мои труды. Это очень замечательно. И это главное, чтобы, мне кажется, было желание и были силы для этого. А когда есть желание, есть когда результаты, силы появляются. Но надо присматриваться к растению, потому что растение само тебе говорит, что ему плохо. Ну, на самом деле, да, согласна, потому что чаще всего растение просто кричит, что ему плохо, да, ему нужна помощь. А мы, в общем-то, проходим мимо, и этого не замечаем. Я там видела укорененные черенки винограда. Это для будущего сада или это начало будущего дела? Это, собираюсь, да. Вот очень хочется начать собственное дело. Надо сказать, что я сама покупала укорененные черенки уже у селекционеров. И я понимаю, у нас все насаждения корни собственные. То есть, и очень хочется, на самом деле, у меня-то какая мечта, что на самом деле, как у Мичурина. Мичурина же мечтал о том, чтобы северяне поели, на самом деле, южных якобь. Да, он делал гибриды. И мне кажется, что если мы будем как-то развивать, во-первых, если вы знаете, вообще селекционная работа, ну, а вы знаете, в силу того, что вы специалисты, она очень специфическая. Но, например, уже есть несколько роз, которые мутировали в нашем климате. И они уже совершенно другие и не похожи на изначальные экземпляры. Так что я думаю, что и у северян есть возможность поучаствовать, на самом деле, в продвижении многих сортов и многих культур, в нашем, в общем-то, продвижении на север и сохранении в наших садах. Ну, я на самом деле очень надеюсь, что это действительно перерастет из хобби в маленькое дело. Если кому-то интересно, я можно написать под роликом, я оставлю координаты Аллы. Возможно, у вас появилось желание поэкспериментировать с северным виноградом. Мы покажем вам сейчас, как он выглядит. Поверьте, это просто незабываемое зрелище. Я думаю, что многие захотят поэкспериментировать. Вот. А на этом все. До скорых встреч. До новых садовых героев. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!